Я специально пытаюсь имитировать грузинский акцент, пусть грузины меня простят. Демократического Абамита Порошенко сейчас убирают трампиты Саакашвили. Это не мы, Орда. Это они ведут себя по принципу Орды. Это они ездят в Вашингтон за ярлыком на Великое Княжение. Это Максим Шевченко, и вы смотрите мой YouTube-канал. Поговорим немножко о том, что происходит в Киеве. Я специально пытаюсь имитировать грузинский акцент, пусть грузины меня простят, что я это делаю не совсем правильно и говорю с дагестанским акцентом, потому что я уже не помню говорить с грузинским акцентом. Но так или иначе Михо Саакашвили, Михаил Саакашвили, Михаил Николаевич Саакашвили, свет в окошке для многих, подлец и негодяй, который был выгнан с позором из своей страны, организовал в Киеве серьезные мероприятия, которые пока еще не кончились массовым смертоубийством, хотя стволы, гранаты и так далее у всех на готове. Порошенко в отставку, народ против коррупции. Саакашвили вместе единым фронтом выступает Тимошенко, за их спиной маячит Коломойский. И, в общем, все это, там где-то Аваков ходит, бродит, выбирая нужную позицию. Чтобы не копаться в этих сгустках бесконечного человеческого материала, который полагает себя золото мира, а мы-то понимаем, что не все золото, то, что блестит и которое довело Украину уже до катастрофы потери территории гражданской войны и продолжает ее туда упихивать и упаковывать. Попытаемся понять, что же происходит на самом деле. Порошенко пришел к власти на трупах жителей Донбасса и Киева, между прочим, мы это тоже не забудем, на развалинах Майдана, когда в Вашингтоне в Белом доме сидел Барак Обама. Этот Обама и вся его компания, Виктория Нуланд, которая приезжала в Киев, поддерживала Киевский Майдан того варианта 2014 года и приводила к власти Порошенко, потому что это была их клиентура и креатура. Сегодня в Вашингтоне нет Обамы. А кто такой Михаил Саакашвили? Михаил Саакашвили это человек, которого поставил у власти все время Джордж Буш, а сенатор Джон Маккейн является его крестным отцом. Саакашвили неоднократно приезжал в США, выступал именно по приглашению Маккейна. Это республиканская партия. Итак, Порошенко – марионетка демократической партии США, Саакашвили, Тимошенко и все, кто за ним стоят, это марионетка республиканской партии США. Какую же роль тут играет Игорь Коломойский? Умный, безусловно, талантливый человек, который является одновременно израильским гражданином, украинским гражданином, главой федерации, по-моему, он, правда, сошел с этого поста, еврейских организаций Европы, что-то такое там и так далее, и так далее, и так далее. Одним из влиятельных людей. Он, безусловно, связан с правыми израильскими силами. Нетаньяху, Люберманам и все такое прочее. Итак, мы видим, что они, в свою очередь, связаны с Трампом и с правыми республиканцами. Украина, как плацдарм войны против России и плацдарм войны против Европы, которую Америка никогда не позволит стать стабильной, потому что Украина – это буферное государство. Между ресурсной Россией, которая может давать Европе ресурс, и технологической Европой, которая может давать России технологии. С точки зрения США, она должна быть беспредельно всегда в волнении и какая-то такая нестабильная. Так вот, демократического Абамита Порошенко сейчас убирают трампиты Саакашвили, Тимошенко и все остальные. Порошенко оскорблял Трампа во время предвыборной кампании в интернет-сетях, оскорблял. Его, так называемые, сподвижники издевались над этим, как им казалось, смешным человеком, который хватает там баб за промежность, когда у него возникает такая возможность, а когда возникает возможность, начнет, между прочим, ракетно-авиационные удары по разным странам и свергает правительство. Такое уж свойство американского президента. И баб хватать, и страны бомбить. Оскорбляли. Чего им теперь жаловаться? Ему власти не усидеть. Они, конечно, будут пытаться. Какой же тут наш интерес во всем этом? Наш интерес такой, чтобы на Украине ситуация дошла до предела, до края. Чтобы эти две силы, волки, от испуга скушали друг друга. Чтобы они другу перегрызли глотки и сожрали друг друга наконец-то. Чтобы народ Украины, украинцы, русские, евреи, армяне, татары, румыны, венгры, поляки. Это многонациональная страна. Освободился от этого удушающего, кровавого вальса олигархов, которые пытаются продать свою страну и свой народ то одним, то другим в Вашингтоне. Получая от них мандат, как раньше получали у Великого Хана на княжение, князья, то московский, то тверской. На то, чтобы собирать налоги, грабить, отдавать часть в ставку Великого Хана, остальное оставлять себе богатея. Это не мы, Орда. Это они ведут себя по принципу Орды. Это они ездят в Вашингтон за ярлыком на Великое Княжение. Это они воспроизводят эту схему. И пусть они друг друга все поубивают, а Украина станет свободной. С вами был Максим Шевченко. Смотрите мой YouTube-канал. И в завершении сегодняшней программы, в конце минувшей недели, я вам обещал рассказать исключительно в цифрах и фактах о том, какая суточная потребительская корзина у российского гражданина. Ее параметры, напомню, определяет кабинет министров, как и, например, у отдельных животных московского зоопарка. Итак, в московском зоопарке это официальные данные. Стоимость суточного рациона ежика 84 рубля. Ослика 87 рублей. Суточная потребительская корзина гражданина России, согласно постановлению правительства России, 86 рублей. Так что уже не ежик, но еще не ослик. А? Чего не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия!